Внимательно, аккуратно, защита головы, степ, движение по кругу. Последние наставления перед боем тренеры дают своим юным воспитанникам. В совате или французском боксе важна не сила, а точность удара. Поэтому среди участников много девочек. Этот вид занятий, этот вид спорта, он просто завоевал мое сердце. Я абсолютно рада, что я участвую в этих соревнованиях. Несмотря на проигрыши, несмотря на то, что тяжело, в этом и заключается успех, что ты идешь вперед, несмотря на поражение. Занимаясь французским боксом, дети прежде всего оттачивают техническое исполнение ударов. У спортсменов есть вся необходимая защита – голени, паха, груди у девочек, а также капа, боксерские перчатки и шлем. Не нанести сопернику никаких травм особенно важно. Дети выступают в саватках. Отсюда и идет название вида спорта – сават. Это такие специальные спортивные башмаки, похожие на борцовки, но в отличие от борцовок у них очень жесткая подошва. Если носочком данной подошвы филигранно попасть в открытую часть, то можно сильно не бить, но нанести очень серьезный вред здоровью. Андрей занимается боксом уже шесть лет, у него третий разряд – так называемая «красная перчатка», который позволяет выступать на международных соревнованиях. Юноша уже чемпион России, хотя путь к победам был тернист. Мне было 12 лет, и это был, по сути, мой самый сложный срок, потому что я был тяжелый, я был большой. И поэтому меня часто ставили с более высокими, более тяжелыми противниками. То есть более высшую категорию, из-за этого я очень долго не мог выйти в чемпионат России. Сейчас сложности позади, и Андрей участвует в соревнованиях с равносильными соперниками. К выступлениям на ринге относится как к экзамену. Он демонстрирует свои достижения и наблюдает за техникой противника. А понаблюдать есть за кем. В турнире Московской области для детей от 8 до 15 лет около 50 спортсменов. Большинство из Одинцова.